Здравствуйте! Мы будем говорить о мантрах. Вообще, на самом деле, когда мы касаемся сакральных слов, то здесь нужно понимать, что любое, абсолютно любое слово, оно меняет реальность. Абсолютно любое. Понятное дело, что сейчас у нас закрытый язык. Что значит вообще открытый язык? Давайте иметь смысловую нагрузку. Если мы вспомним, не так давно у нас еще были символы, которые действительно несли определенную смысловую нагрузку. Например, «Аз», «Боги», «Види», «Есть», «Добро». Вспоминаем дальше. И вот так у нас все складывалось. То есть каждое слово является аббревиатурой. Естественно, весь наш язык, который есть сейчас, понятно, что он сейчас не имеет таких мощностей, которые были раньше. И, естественно, у нас возникает ситуация, что мы придумываем слова, но мы их не придумаем по смыслу. То есть мы как бы пытаемся обознавать по профессии, например, или по специфике того, что мы делаем, почему это слово должно быть таким. Но глубинный, глубокий смысл мы не закладываем в эти слова. Так вот наши предки, зная особенности, вообще почему, собственно говоря, мантры работают, да, и почему слова мантры, они работают. Дело в том, что я уже как-то говорила об этом. Дело в том, что когда мы произносим какую-то букву, у нас идет определенный синтез белка в организме. То есть получается, если мы хотим не просто изменить себя, а изменить свою морфологию, биологию, вообще вот всё, что с нами происходит, если мы хотим изменить, то мы работаем словами. То есть интересно следующим образом, что да, у нас понятно, что цвет, цвет, аромат, там, звук — это всё волна. То есть вокруг есть только эфиры вращения. Но так думали совсем недавно, ещё 19 веке, пока нам не внедрили науку, у нас до этого была тривия. После этого у нас стала наука. И основоопределяющее слово, оно выпало как бы из нашего понимания. И мы думаем, что слова, ну вот просто наши слова. Любое слово, оно может стать командой для синтеза всего и вся у нас в организме. Да, мы сейчас очень много говорим. Вот хочется сказать об этом. Вот люди, которые уходят в автономию, было замечено мною, что они, во-первых, естественно, не едят, не спят, да, не пьют, но и отсутствие длительного говорения тоже присутствует в жизни. Для меня это было очень интересно, потому что я изучаю этот момент. И мне всегда хочется приходить к автоному с какими-то интересными вещами, для того чтобы мы могли пользоваться ими. Так вот, отсутствие длительного говорения, оно позволяет накопить энергию. Это то, что называется в некоторых культурах аскеза, да, аскеза говорения. И человек, произнося потом какую-то фразу, произнося, будем говорить условно, мантру, он начинает влиять на свой организм таким образом, что он преображается. То есть возникает ситуация, связанная с преображением. Что такое вообще преображение? Это не просто изменение, это превосходная степень себя. Мы уже знаем, это не я буду первая, кто об этом скажет, что мы не только физическое тело, это естественно. Мы конгломерат оболочек, мы конгломерат тела. Вообще в чём разница? Потому что мы сегодня всё равно будем по телам ещё говорить, по оболочкам. В чём разница между оболочкой и телом? Оболочка — это конгломерат, то есть объединение с родственных потенциалов, с родственных вибраций. А тело — это разумное существо. Вот душа — это наша душа, она именно тело. Дух — это тоже тело. Казуальное тело, отвечающее за забытийность нашей жизни, которое пришло с нами, оно как бы и есть часть нас, да, это тоже тело. А вот эфирная оболочка, отвечающая за ощущение тепло-холод, прикосновения, например, тактильное, там различные наши ощущения голода, да, то, что называется на самом деле сытю. Сейчас вообще этого понятия у нас нет. То есть вот эти вещи — это эфирная оболочка, это не тело, потому что мы не все знаем, как правильно его переформировать в тело. Наши эмоции, эмоциональное тело — это тоже тело условно, потому что на самом деле это оболочка и ментальная оболочка. То есть вот эти все оболочки, они тоже реагируют. И для того, чтобы вдавать словами резонанс и в оболочках, и в телах наших, ну сейчас всё в одну кучу, будем условно говорить «тела», потому что люди мало того, что они не понимают разницы, так ещё и зачастую путаются, когда пытаются наводить коннект, то есть объединяться и взаимодействовать со своими тонкими составляющими. Ну так скажем, да? Так вот, когда мы словами что-то хотим сделать, мы должны чётко понимать, к кому мы обращаемся. Потому что зачастую получается так, что мы мантрами современные… Кстати, я начну с того ещё разговора, что современное слово «мантра» — оно изурочное. Самое нормальное и правильное слово — это «минтра». Вот у наших предков была не мантра, а минтра. У нас вот это вот изменённое слово «мантра» пришло из индуизма. Ну мы знаем, что всё, что связано с Индией, вообще всё, что связано с культурой, это хорошо, что вообще что-то осталось. Вообще великая благодарность за то, что пусть даже в изурочном, в очень изменённом варианте, но что-то осталось. Потому что если бы этого не осталось, следов бы не было от нашей культуры. Но мы знаем, да, что есть и в эпохописании, и в притчах, и вообще во всех исторических, ну так скажем, книгах что ли, что вот белый народ принёс знания, да, от севера, пришедший в Индию. Но кто бы это мог быть, я даже не задаюсь вопросом. Наверное, все понимают. Причём я хочу сказать, что здесь не имеется в виду русскоязычное население. Мы все земляне. И для меня есть единственная национальность — это земляне. Или правильно, как говорили наши предки, землянины. Потому что сейчас даже в этом слове ударение стоит неправильно. Так вот, хорошо, что вообще хотя бы хоть в каком-то виде до нас дошли знания. Потому что слово «мантра» на самом деле «минтра». Так вот, почему «мантра»? Как расшифровывается? Минута Ра. Вот Господь Бог Ра, мы знаем, что во многих религиях до сих пор сохранилось такое упоминание, что есть солнечный культ, и его возглавляет Ра. Так вот, «мантра» расшифровывается как «минута Ра». То есть это минутка, когда мы обретаем единение с мирозданием и начинаем входить в резонанс за высшими потоками и силами. Я крайне редко прихожу на такие философские темы с вами поговорить, но, наверное, пришло время, потому что если мы не знаем, как эту минуту вызвать у себя, как взаимодействовать с высшим началом, то, наверное, будет очень трудно достучаться до Вселенной. У нас сейчас очень развито попрошайничество. Вот Вселенная дай, вот Бог там дай. Но я считаю, это моё личное мнение, что по делам нашим будут наши свершения. Потому что если ты в жизни делаешь всё для того, чтобы у тебя всё складывалось и ладилось, вот тогда всё будет складываться и ладиться. А если бесконечное попрошайничество, но ничем хорошим это не закончится. Почему? Потому что везде есть круг кровообращения, всё по образу и подобию. И любая абсолютно мантра, обращённая к кому-то или к чему-то, она имеет своё действие, но нужно понимать, где будет энергообмен идти и как он будет идти. Так вот, ну, ты на примере. Вот, например, дерево впитало влагу и сварило его. У нас есть, например, венозная и артериальная кровь. Круги кровообращения плюс ещё велизия в круг. Это тоже кровообращение головного мозга. И в целом таких кругов кровообращения очень много. Особенно с точки зрения религии. Потому что если постоянно попрошайничать, тогда задаёмся вопросом, что же будет у нас сниматься. То есть с баланса-то что-то должно списываться, потому что есть закон сохранения энергии. Поэтому если существуют в какой-то религии какие-то мантры, всегда задавайтесь вопросом, а к кому вообще адресовано? То есть что сейчас будет происходить на тонком плане? Потому что нам говорят, вот там крутая, святая, невероятно обалденная мантра, вот давайте её повторять. Смотришь перевод, хорошо, вчитываешься. Значит, очередное, либо очередное попрошайничество, либо откровенно непонятная фраза, которую человек вдалбливает себе на уровне тавтологии. Так вот что такое тавтология? Давайте ещё разберёмся. Сейчас вот, ну как бы в уничижительном плане применяется это слово тавтология, потому что у нас в нашей культуре такое явление было, но сейчас его снизили до какой-то ереси, которую человек, ну как бы, вот начинает об одном и том же говорить, то есть он как бы повторяется, да, этот тавтологий считается. Но это тот инструмент, который позволяет нам либо вести свою психику в состояние изменённого сознания, но это вот как раз открытие духовного потока, то, что в разных религиях называется, либо вспомнить себя. Как это вспомнить себя? Когда вы смотрите, например, на какой-нибудь старый фильм, но очень там условно старый, да, который там на заре кино было, вот, и вы начинаете всматриваться, такое ощущение, что вы присутствовали в те времена, вам всё это знакомо, или смотрите на очень старую картину, пристально, да, или вам кажется какое-то старое слово, которое смысл вы даже не понимаете, но начинайте его повторять. То есть в течение часа, двух, трёх, как это делают с мантрами. И человек начинает вспоминать свои прошлые жизни. То есть тавтология и повторение мантр, ну, буду нормально говорить русским языком, вообще земным языком, минтр, да, правильно, позволяет вспомнить не просто себя, а подключить все свои тонкие оболочки и тела к энергопроцессам мироздания. Ведь это очень важно. Мы же не только физическое тело, мы не только ментальное тело, которое, собственно, ну там что-то думает о себе или о ком-то, или о чём-то, хотя у нас ментальная оболочка, она всё время включена, она всё время в анализе, всё время эти энергопаразиты ползают, как жвачка у нас в голове. И только когда мы очень глубоко уходим в своё хобби, либо в дела, вот тогда немножко нас опускает. Но в целом, всю нагрузку берёт в основном на себя ментальная оболочка, ну и, соответственно, физическое тело. Но мы же не только физическое тело, мы глубже. Поэтому любая фраза, повторённая, тавтология, которая несёт глубокий смысл, она на уровне проявления, регенерации белков влияет на нас. Я пытаюсь достучаться до того момента, до вас, да, для того, чтобы вот сейчас вот прям даже паузу беру, для того, чтобы люди осознавали, что те мантры, которые мы произносим ежедневно, вот я знаю, например, в моей жизни, если я понимаю, что что-то выходит там из баланса, как-то всё снипится, как-то всё так, ну вот, не очень позитивно, я сразу так, всё будет хорошо, всё будет хорошо, да, то есть я проговариваю какую-то для меня понятную фразу, которая стабилизирует меня, мою психику, и это та самая мантра, которая меня успокаивает. Но мы сегодня будем не просто говорить о аутотренинге, да, то, что сейчас аутотренингом называется, а действительно, как же нам перепрограммировать, изменить и преобразить наши тонкие тела. Так вот, наша задача не просто вклиниться, да, вот в поток, а понять, как мы можем его вызвать. Дело в том, что у нас очень много слов сакральных, но мы сейчас подзабыли, надо это вспоминать, что же такое сакральные слова и как они влияют. Начнём с того, на что влияют, на наши энерготела. Я уже говорила, я их уже перечислила частично, но мне здесь бы хотелось чуть-чуть пообзорнее об этом сказать, потому что я в течение своего рассказа буду именно апеллировать к ним, для того, чтобы проводить соответствие, но, собственно, давать вам ключи, как воздействовать на свои энерготела звуком, какую мантру читать, для того, чтобы произошло единение со своим тонким телом, вы могли передать ему информацию или, например, соединиться с ним и, соответственно, чувствовать всё, что чувствует оно. Потому что многие говорят, я там хочу войти в контакт со своей душой. Очень легко это делается. Это очень легко делается. Вот сегодня все эти моменты будут даны, все ключи будут даны. Так вот, часть слов, которые мы произносим, она является действительно сакральной. Но поговорим, что это за такие слоги, которые входят в наши сакральные слова и помогают нам сейчас подпитываться. Так вот, вспоминаем такие слова, как мама, папа, баба, деда. Да, но раньше было да-да. Отсюда детка, да, детка, ну, как бы уменьшительно, ласкательная. Детка и дедка, да, однокоренные. Как мы к внучкам, к внучкам своим относимся, так мы и к взрослому поколению с уважением, и к младшему, и к старшему поколению. Так вот, куда-нибудь...